МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Ревышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голоса баварского двора. Какие резонансные заявления прозвучали на конференции по безопасности. Не отходя от кассы, сотрудница патрульной полиции Одессы продавала наркотики прямо на рабочем месте. Публичный интим, как Чита Обама обменялись валентинками. Лед и пламя баварского двора. Немецкий Мюнхен сегодня столица мировой политики. Там подходит к концу основной день конференции по вопросам безопасности. Какими выпадами обменялись Петр Порошенко и российский премьер. И что обещает Украине мировое сообщество о жестких заявлениях и напряженных встречах сегодняшнего дня. Подробнее Татьяна Лагунова. То, что день будет тяжелым и напряженным, стало понятно с самого утра. Встреча нормандской четверки закончилась неожиданно быстро. Дипломаты начали покидать заседание буквально через полчаса. Результат договорились о новой встрече в начале марта в Париже. Почему объяснил главный дипломат Украины. В этот раз Францию на переговорах представлял глава политического департамента МИДа. Потому что прежний министр Лоран Фабиус ушел в отставку. А новый еще не вошел в курс дел. А уже через час Мюнхен обсуждал выступление премьера России. Дмитрий Медведев, который приехал вместо отклонившего приглашения Путина, обвинял всех. Заявил, что в Украине гражданская война в Веневке и в нарушении минских договоренностей. А Запад в развязывании новой холодной войны. Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче. Мы скатились по сути во времена новой холодной войны. Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой. То для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. И вот мой коллега Экспенс Толтенберг это тоже только что продемонстрировал. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я вообще иногда думаю, мы в 16-м году живем или в 1962-м. России ответили буквально через полчаса, так же резко. На президентских дебатах в них принимали участие лидеры Украины, Литвы, Польши и Финляндии и глава Европарламента. Мистер Путин, в Украине не гражданская война. Это ваша агрессия. И в Крыму не гражданская война, а ваши солдаты, которые оккупировали мою страну. И в Сирии нет гражданской войны. Это ваши самолеты бомбят гражданское население Сирии. С тех пор, как я стал президентом, мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И у нас не было на освобожденных территориях ни одного конфликта. Единственная причина конфликта это российские военные на нашей территории. Конечно, нужен диалог, но только когда войска будут выведены. Предыдущие спикеры во главе с представителями России назвали происходящее второй холодной войной. Я бы сказала, что все происходящее абсолютно похоже на горячую войну. Мы все видим, что Россия демонстрирует открытую военную агрессию в Украине, открытую военную агрессию в Сирии. Ничего похожего на холод. Наоборот, это все очень горячо. Во время дебатов обсуждали, что Европе нужно говорить одним голосом и обещали поддержку Украине. Петр Порошенко призывал отказаться от проекта «Северный поток-2», который сделает Европу более зависимой и инвестировать в украинскую ГТС. И рассказывал европейским лидерам о борьбе с коррупцией. Мы создали вместе с нашими европейскими и американскими партнерами специальную инфраструктуру. Абсолютно независимое антикоррупционное бюро, независимое антикоррупционное агентство, которое проверяет декларации всех чиновников, специальный антикоррупционный прокурор, который ни от кого не зависит. В течение одного месяца работы антикоррупционный прокурор и бюро запустили криминальные дела против троих членов парламента и в том числе против одного из представителей моей политической партии. И это лучшее доказательство, что мы абсолютно открыты для всех расследований в отношении коррупции. Начато антикоррупционное расследование против двух глав государственных агентств на уровне министров. Они арестованы. И это всего за один месяц. После дебатов серия двусторонних переговоров с главой Европарламента Мартином Шульцем. Он заявил, что как только Киев примет все необходимые законы и Еврокомиссия, соответствующие предложения, вопрос о безвизовом режиме с Украиной тут же рассмотрит Европарламент. С госсекретарем США Джоном Керри. Он в Мюнхене заявил, что санкции против России не будут отменены до полного выполнения минских договоренностей. Также Петр Порошенко разговаривал с главой европейской дипломатии Федерикой Магерини и многими другими. Основная тема, конечно, ситуация на востоке Украины и выполнение минского пакета. Мюнхенская конференция подходит к концу. Завтра утром здесь снимут оцепление. Участники конференции разъедутся по домам и отель «Баварский двор» снова начнет работать в обычном режиме. Но уже понятно, что заявления, которые прозвучали в его стенах в эти дни, еще долго будут влиять на мировую политику. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Мюнхенскую конференцию по безопасности посетил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он провел несколько встреч. Одна из них с управляющим международной организацией по борьбе с коррупцией. Кабусом де Свартом. Виталий Кличко обсудил с ним возможность стажировки украинских детективов НАБУ в Европе и попросил о содействии в выявлении активов и коррупционных средств украинских чиновников. Мы обговорим о планах співпраці, инвестицій, проведення бизнес-форму и також протидії коррупции. Потому что еще раз хочу зазначити, что коррупция є ключевою перепоною для инвестиций, які повинні прийти в Украину. Защита христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке традиционные ценности и решение международных конфликтов. Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всей Руси Кирилл подписали совместную декларацию по итогам своей первой в истории встречи. Отдельное место в ней уделено Украине. С подробностями Тихон Зитко. Историческая встреча в Гаване Папы Римского и предстоятеля Русской Православной Церкви прошла четко по расписанию. Как и планировалось, руководители двух церквей встретились около девяти вечера по Киеву, общались на протяжении двух часов и после этого выступили с короткими заявлениями. Мы разговаривали как братья, говорили о наших церквях и мы оба видим, что единство достигается в пути. Говорили открыто и без недомолвок. Ваше Святейшество, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Превосходительство, Господин Президент Республики Куба, дорогие братья и сестры, дамы и господа, мы провели два часа в открытых братских дискуссиях. Встреча без преувеличения историческая, ведь ее ждали почти тысячу лет, а потому весь мир следил за тем, как понтифик и патриарх приветствовали друг друга и как беседовали в Гаване сотни журналистов и еще миллионы людей по всему миру благодаря трансляции этого события. По итогам встречи была принята совместная декларация, в ней 30 параграфов. Одна из центральных частей документа посвящена положению христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В декларации говорится, что христиан в этих регионах истребляют целыми семьями, деревнями и городами, а храмы и святыни уничтожают, и это должно быть остановлено. Понтифик и патриарх призывают стороны всех конфликтов, которые сегодня происходят в мире, сесть за стол переговоров, а международное сообщество употребить все возможные усилия для борьбы с терроризмом. Отдельное внимание в тексте уделяется ситуации в Украине. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм, говорится в декларации. Значение этой исторической встречи кажется сложно переоценить, и вопрос лишь в том, будет ли она способствовать разрешению конфликтов, которых в современном мире с каждым днем становится все больше. Зона АТО, Горловка и окраины Донецка, самые горячие точки на карте. Здесь стрельба не прекращается даже днем. Боевики снова обстреляли из гранатомета в село Зайцево, несколько гранат прилетело на шахту Бутовка и позицию «Зенит» в районе Донецкого аэропорта. Там сегодня работала Ирина Баглай. С юмором к невзгодам службы. На нулевом рубеже армейцы следят за перемещением врага. Если что-то замечаем, открываем огонь. В основном ночью, пару раз в неделю, может раз в неделю разведка лазит. Если вылазки противника теперь редкость, то стрельба не прекращается. Без торжеств на передовой командир позиции узнает от своего родного в Киеве. Ему присвоили следующее звание. Одно из приемных новин. В мирной жизни тренер по футболу Андрей уже год военный. И удивляются, до сих пор там, дома, не все до конца понимают, что происходит в стране. Есть люди, которых я не знаю, но когда приезжают и говорят, ооо, мы там видели, мы знаем, мы там держимся. А есть люди, с которыми прожил, проробил, програл футбол, подходят и даже не понимают, где я, что я. Он тоже мобилизованный сварщик, но война научила вот такому мастерству. Автоматы и пулеметы – самое тяжелое вооружение, что у них осталось на передовой. Поэтому и держат их всегда в боевой готовности. Перед вами, с крупного калибра, обстреливаю, разрывными пулями. ДШК, утес такой. О политике и договоренностях с врагом на передовой говорят сдержанно. Как работает перемирие, знают, когда снова эвакуируют раненых. У нас поранених за этот период перемирия было набагато важнее, набагато больше, чем когда были артиллерийские обстрелы. Но это связано с тем, что враг сейчас использует автоматические гранатометы, которые там чергами раскидают гранаты, досить великую площадь накрывают. На посту перед боевым заданием вдали от дома армейцы о войне говорить не хотят. Просят любимым передать, чтобы дождались и неловко признаются в главном. Люблю очень сильно Наташу. Конечно, ждет. А что вам говорят обычно? Ксюха, я люблю тебя, дочекайся, скоро будем с победой. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из-под Донецка. Подробности телеканал Интер. За скандально провальную передислокацию военных на полигон Широкий Лан наказаны более 10 офицеров командного состава. Об этом сообщили в штабе командования Восток. За то, что бойцы 3-го батальона 53-й бригады на несколько дней остались без воды, еды и палаток в голом поле, всей цепочки их руководителей от родного до генералов назначены взыскания. Несколько офицеров получили строгий выговор, а некоторым в личное дело внесли пометку о служебном несоответствии. Это значит, что командиры минимум на полгода будут лишены всех премий и доплат. Сегодня на полигоне Широкий Лан отчитались батальоны уже обеспечены всем необходимым для жизни в полевых условиях. Налажено горячее питание, функционируют полевые бани. На днях проведут водопровод в палаточном городке. Такие проблемы, на жаль, иногда возникают. Великий организм, великий связок с цепочкой, он должен работать. От командира Роти вышел. Командир Роти не смог организовать, не доповел. Командир батальона не проконтролировал, не доповел. Напомню, скандал в 53-й бригаде разразился в начале этой недели. Несколько десятков бойцов покинули полигон и пешком за десятки километров отправились жаловаться в военную прокуратуру. Все из-за того, что командиры оставили бойцов без воды и провизии на время переезда с одного полигона на другой. Стоп-фура. Третьи сутки активисты блокируют въезд российских большегрузов на территорию Закарпатской области. Напомню, грузовики с товарами завернула обратно Польша, через которую российский импорт шел в страны ЕС. Теперь дальнобойщики пытаются въехать в Европу через украинско-словацкие и венгерские кордоны. Активисты отступать не намерены и требуют от правительства решить этот вопрос до понедельника. Чем они угрожают, если их не услышат, расскажет Марина Коваль. Уже третьи сутки возле села Нижнее Ворота при въезде в Закарпатскую область на трассе Киевчоп дежурят активисты. Около 10 человек, меняются пасменно. Российских грузовиков сегодня днем здесь не видели. А вот ночью несколько фур с российскими номерами пытались прорвать блокаду. Активисты обустроились возле трассы, местные жители поддерживают. Активисты подсчитали, за трое суток границам со Словакией и Венгрией не пропустили полсотни российских грузовиков. Дают дорогу только большегрузам, которые возвращаются из-за границы. Хотя, говорят, если до понедельника правительство не примет никаких мер, перестанут пропускать и эти грузовики. Акции бессрочные. Основной пункт – это защита въезда российских вантажников на территорию украинской державы, чтобы министр реагировал в Киеве на эту ситуацию. Поддержал протестующих и губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль на своем официальном сайте, опубликовал заявление. Намерен требовать от правительства определиться. Пока же проезд российским фурам блокирует еще во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Римненской и Днепропетровской областях. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности – телеканал «Интер». Закарпатская область. Видео как доказательство. Обнародовать запись погони, во время которой столичные полицейские обстреляли БМВ, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. Этого требуют участники общественных организаций, контролирующих правопорядок на дорогах. Активисты не оправдывают действия водителя иномарки, который нарушил правила дорожного движения, и одновременно настаивают на объективном, а главное – прозрачном расследовании. Автоколонна общественников сегодня приехала под управление патрульной полиции в Киеве, чтобы во всеуслышание заявить о своих претензиях. Видео с камер нагрудных полицейских погони полностью в эфир. В СМИ или в Ютубе, если Аваков заявляет, что действия полицейских были оправданы, и согласно законодательству ему бояться нечего. Я думаю, что видео не опубликовывается, потому что там просто был беспредел. Сторона защиты уже ознакомилась с материалами этого громкого дела. Следователи прокуратуры предоставили запись переговоров полицейских во время преследования БМВ. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Тарас Ламах. По его словам, информация о том, что патрульные обстреливали автомобиль, когда тот уже остановился, подтвердилась. Напомню, в ночь на 7 февраля полицейские во время погони за автомобилем открыли огонь на поражение. В результате погиб 17-летний пассажир. Водитель и еще два человека не пострадали. В преследовании автонарушения принимали участие два десятка экипажей. Руководство нацполиции и МВД заявило, что патрульные применили оружие правомерно, но, несмотря на это, полицейских на период следствия от работы отстранили. Расследованием гибели подростка займется Верховная Рада. Открыто два уголовных производства. По факту применения огонь стрельного оружия полицейскими и по факту гибели юноши. Накануне глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко опубликовал пост, в котором утверждает, правоохранители выпустили не 77 пуль во время погони, а 34. И стреляли только три лейтенанта. Все точки над И должно расставить следствие. Ну а скандалу в Одесском управлении патрульной полиции точки над И уже не понадобятся. Сотрудницу ведомства, которая не только употребляла наркотики на работе, но и толкала амфетамин прямо под отделением задержали с поличным. Кто она и как давно промышляет под носом у полицейских, узнаем у Андрея Анастасова. В совместной операции участвовали СБУ, военная прокуратура и полиция. Неожиданно для многих. В пятницу вечером они нагрянули не куда-нибудь, а в здание патрульной службы Одессы. В итоге с поличным задержали 25-летнюю сотрудницу ведомства. Говорят, прямо под окнами управления она неоднократно продавала амфетамин. Кроме того, употребляла его сама. Все задокументировано. В военной прокуратуре уточняют, полицейская продавала наркотики не своим коллегам, а посторонним лицам. В патрульной службе шокированы произошедшим. Лишь делают акцент на том, что задержанная была офисным работником. Хочу мне оголосить, что заданная особа не патрулювала місто, а працювала в отделе логистики. Наразі вона відсоронана від роботи. Теперь задержанной грозит от 6 до 10 лет тюремного заключения. Ее же бывшие коллеги рапортують готовы и дальше очищать свои ряды от непрофессиональных сотрудников. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Медленно, но верно очищают от пенсионеров и инвалидов коммунальный транспорт в регионах. Льготники теперь проблема местных бюджетов, а те разводят руками. Денег нет и кивают в сторону правительства. Что отвечает Кабмин и как прокатиться на пенсию, расскажет Станислав Кухарчук. На этой Корсунской автостанции с 1 февраля льготников, пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев перестали возить бесплатно. Администрация станции уведомила всех заранее вот такими объявлениями. Нине Ивановне деваться некуда. Она вынуждена ездить в город за лекарствами. Дорога туда-обратно 10 гривен. Говорит, с ее крохотной пенсией особо не накатаешься. Тут же таки в село приезжала в автоспирный и тут же можно было проехать. Все лучше, лучше роблять, да. Но в обведение пока коснулось только пригородных рейсов, говорят на автостанции. В феврале райадминистрация не перечислила перевозчикам ни копейки. А ведь в селах живут в основном пенсионеры. В середине мы на маршрут где-то 27-28 пассажиров. Это то, что с автостанцией. В Корсунской районной администрации только разводят руками. Мол, всем местным бюджетом в этом году государство обрезало субвенции на возмещение льготного проезда. Раньше деньги приходили из госказны, а теперь их необходимо искать на местах. Как только мне будут разъяснения по этому поводу, законодавчие, под грунт. Все, тогда сходу мы будем собирать сессию, будем решать это питание. А вот в Тернополе льготников все еще берут на свой страх и риск. Местные власти договорились с перевозчиками пока поработать в долг. Пока не отговорим, но дальше, как оно будет, не можем сказать. Зобовязаны, потому что транспорт ломается, запчасти недорогие, нема чему плачевать полностью. Я тут часто езжу, ну на тиждень хотя бы 5-6 раз. Это считайте, если 6 гривен, 6 на 6, 36 гривен, а пенсия 1148. Тернополь ежегодно получал из госбюджета на компенсацию льготного проезда почти 26 миллионов гривен. Теперь эта нагрузка ложится на бюджет местный. К тому же чиновники не знают, как законно выделить эти средства. Говорят, возникла коллизия, несколько законов противоречат друг другу. За разъяснениями они уже обратились к обминный парламент. Мы тоже обратились к обмин, но так и не получили ответа. Пока министры думают, на местах пытаются решить, где взять миллионы для сохранения бесплатного проезда пенсионерам и инвалидам. Станислав Кухарчук, Жанна Дучак, Павел Тимошенко, Максим Кирилев, телеканал Интер. Без отопления уже которые сутки сидят 4 села в Днепропетровской области. Температура в помещениях как на улице, поэтому и больницы, и школы пришлось закрыть. Почему отключили газ, разбиралась Наталья Грищенко. 10. 10 градусов. Татьяна Алексеевна говорит, в родной дому Хайловки газ отключили позавчера вечером, без предупреждения. Отопительный котел не работает, комнаты промерзли моментально. Печи, чтобы топить дровами, здесь нет. Включить электрокамин тоже нельзя, старая проводка не выдерживает нагрузки. От беспомощности женщина чуть не плачет. А это сельская школа. Из-за ледяных батарей ее пришлось закрыть на неопределенный срок. В такой ситуации оказались три школы, детский сад, больница и несколько медицинских амбулаторий. Всего отключены четыре села. Это почти четыре тысячи жителей. Поставки топлива ведутся отсюда, с Юрьевского газодобывающего пункта. С утра перед входом собирается толпа возмущенных людей. Требует вернуть тепло в дома. На самом пункте оправдываются, поставка газа остановлена не по их вине. Говорят, лицензию на добычу Юрьевскому пункту приостановили в госслужбе, геологии и недр Украины. Нет добычи, нет и поставки голубого топлива. В райадминистрации состояние близкое к панике. Утверждают, об отключении газа узнали всего за несколько часов до ЧП. Органы влады на сегодняшний день, районные влады, не могут вплинуть. Распочалось завезение дерева до мешканцев данных населенных пунктов. В лекаре было на сегодняшний день разгорнуто 50 лежок. Еще накануне отключения областная газовая компания направила письма в десятки инстанций, в том числе и в Минтопэнерго. Пока в Киеве думают, в Днепропетровск газе и областной администрации решили временно подключить эти села к газоснабжению по новой схеме. Строительство, временные перемычки со стороны горы скреминовка и подключение потребителей именно по этой временной схеме. Вопрос основной. В использовании газопровода 16 километров необходимо получить официальное разрешение. Газовщики уже вырыли траншею. Говорят, как только получат разрешение, строить будут круглосуточно и уложатся вдвое суток. Но все равно это временный режим. Настаивают власти, должны активнее решать этот вопрос. Наталья Грищенко, Евгений Годенцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Экзамен на выживание. Здесь все как на настоящей войне. Арт-обстрел, крики от боли и истекающую кровью раненые. Врачи Альфы сегодня получили звание боевых медиков. Что это значит и на что они теперь способны, видел Олег Решетняк. Поле боя, обстрел, десятки раненых. Так, сегодня сдавали экзамен 35 врачей спецподразделений СБУ Альфа. Боевые действия под Киевом сымитировали настолько эффектно, что поначалу казалось, это все по-настоящему. За происходящим пристально наблюдают руководителей СБУ и экзаменаторы. Они же учителя, военные специалисты США и Великобритании. На поле боя наши лекарства приехали в это место, потому что им было сказано, что, возможно, будут тут какие-то раненые. То они приехали тут и имели годину, чтобы организовать этот импровизированный шпитал. Был выбор на поле, и вышли на улицу и увидели, что там много раненых. Роль пострадавших играли те, кто по-настоящему прошел войну. Ветераны АТО. Курс рассчитан всего на неделю. Иностранные специалисты ведут как теоретические, так и практические занятия. Но упор все же на практику. Четкий алгоритм оказания неотложной помощи в любой ситуации, при любой травме. Мы о нем знали, но настолько четко мы его не применяли. Сейчас нам систематизировали эти знания до автоматизма. И в любое время дня и ночи, если вы меня разбудите, оказывать кому-то помощь, я ее окажу. Курсанты разделены на группы по шесть человек. Во главе каждой офицер-инструктор из США или Великобритании. Они учат, как в таких ситуациях действуют армии Запада в боевых условиях. Хорошо, сейчас будем выходить на зачистку. Это похоже на большой мурашник, когда много суеты, много, кажется, всего. Но на самом деле, каждая группа, это состоит из четырех лекарей. Каждый из них знает свою роль и место. И они один один мешают, они играют оркестром. И это очень важно для первых минут надания своей помощи. По таким программам уже прошли обучение 221 боец и 85 медиков. Из них 37 гражданских врачей. Впереди еще несколько курсов. Олег Решетняк, Владлен, 0 подробностей, телеканал Интер. Круговая защита. Израиль построит стену на границе с Иорданией, откуда ему угрожают боевики ИГИЛ. Когда это заграждение возведут, еврейское государство будет полностью окружено стеной. О защите на земле и под землей расскажет Сергей Ауслендер. Он в Израиле. Возведение стены на границе с палестинской автономией началось в 2003-м. Во время второй интифады. Для того, чтобы отгородиться от арабских террористов самоубийца. Впоследствии строительство продолжилось. Стену по периметру сектора газа начали строить для того, чтобы отгородиться от анклава, где власть захватила террористическое движение Хамас, крайне враждебное по отношению к Израилю. Чуть позже закрыли и границу с Египтом. Там забор построили против нелегальных иммигрантов, которые просачивались в еврейское государство из Африки. Еще позже началась гражданская война в Сирии. И поэтому закрыли границу с этой страной. Еще позже закрыли уже и границу с Ливаном. Фактически открытой оставалась только граница с Иорданией. Но сейчас строительство начинается и там. Премьер-министр Бенемин Нетанягу заявил, что скоро страна со всех сторон будет окружена стеной. Стоимость проекта сотни миллионов долларов. Мы построим вот такой забор по всему периметру государства, чтобы защититься от хищников, которые окружат вокруг наших рубежей. Программа рассчитана на много лет, потому что в той обстановке, в которой мы живем, нам следует защищать себя. Забор будет проходить не только по земле, но и под землей. Соединенные Штаты уже планируют выделить 120 миллионов долларов на создание системы обнаружения тоннелей. Ее возведение начнется на границе с сектором газа. Израиль медленно, но верно превращается в бункер, закрытый не только со всех сторон, но и сверху. Уже разработана и действует пятислойная система противовоздушной и противоракетной обороны, способная перехватывать любые виды ракет от неуправляемых класса град до самых тяжелых баллистических. Сейчас активно ведется разработка лазерной системы «Наутилус», которая будет способна перехватывать даже минометные снаряды. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал «Интер». Израиль. Сердечные признания семьи Обама и любовная охота на телерепортеров в прямом эфире. Об этом и не только в нашем обзоре. Барак и Мишель Обама уже обменялись поздравлениями ко дню Святого Валентина. Первая леди записала видеообращение для своего мужа. В ответ на одном из такшоу американский лидер зачитал супруге собственное поздравление. Пообещал заботиться о Мишель больше, чем когда-либо. Получилась игра слов с политическим подтекстом. «I'm Obama care» созвучно с названием «Реформы в системе здравоохранения», которую инициировал президент США. А вот в Гонконге ко дню всех влюбленных расцвело поле из 25 тысяч белых роз. Вместо бутонов светодиодные лампочки. Сажали, а точнее монтировали электроцветы 80 дизайнеров. По их замыслу тысячи влюбленных проведут здесь романтический вечер. Сад будет открыт круглосуточно, но лампочки будут зажигать с 6 до 11 вечера. Поле роз завянет 22 февраля. В столице Казахстана сгорело самое высокое здание Средней Азии. Огонь охватил с 11 по 25 этажей небоскреба Абудаби-Плаза в Астане. Здание высотой 380 метров еще строили и не сдали в эксплуатацию. Сначала загорелись установки, работающие на дизельном топливе. Позже пламя охватило строительные леса. Пожарные эвакуировали 120 человек. Никто не пострадал. Британская полиция задержала несовершеннолетнего хакера, который взломал аккаунт директора ЦРУ Джона Брэннана. Парень атаковал аккаунт в октябре, а потом распространил в сети личные данные Брэннана. Его список контактов и даже номер социальной страховки супруги. Имя злоумышленника полиция не называет. Известно только, что подросток входил в международную группу хакеров. Авария на европейском автобане проиллюстрировала проблему беженцев ЕС. Во время этого происшествия на дороге у микроавтобуса отвалился бампер и машину развернуло на 180 градусов. Спустя несколько минут из салона начали выходить люди. Пользователей в соцсетей удивило, как столько пассажиров поместились внутри. Подсчитали, в салоне без единого окна было 42 человека. Очевидно, микроавтобус перевозил нелегалов. Флэш-моб поцелует телерепортера в прямом эфире. Набирает обороты. Эту подборку меньше, чем за сутки просмотрели почти 7 тысяч человек. В ролике обычные прохожие обнимают и целуют журналистов во время прямых включений. Реакция корреспондентов самая разная. Кого-то такое поведение отвлекает от работы и раздражает. Но большинству нравится и вызывает улыбки. Субботний вечер в столичном шоколадном домике. Сегодня в филиале Киевского национального музея русского искусства открылся женский арт-проект. Здесь собрали работы выдающихся украинских женщин, художников, скульпторов, графиков, дизайнеров и ювелиров со всей страны. Кроме художественной выставки до 2 марта проведут еще несколько светских событий. Это и спектакль, и показ мод, и концерт. Здесь также представлены и спецпроекты современных художниц Зинаиды Лихачевой и Лины Кандес. Это проекты, которые являются очень актуальными. Это то, что свойственно современному искусству анализировать. Проект Зины Лихачевой. Это очень серьезные такие вещи, связанные с социальными проблемами, с проблемой адаптации молодого человека в обществе, девушки. И поэтому, мне кажется, что здесь вот как раз именно эти проекты усиливают тем, что они уводят нас от чисто таких вот, знаете, картинной галереи, салонности. Это первый проект, давно вынашиваемого нами такого длительного и периодического, периодические акции, наверное, которые называются «Шоколадные сезоны». Их будет три в году, так. И они будут включать в себя синтетику культуры нашего города и Украины. На сегодня это все новости, но в Ньюзруме подробности недели в эти минуты работы кипит. Давайте узнаем, о чем они расскажут завтра. Не пропустите в подробностях недели, в это воскресенье, в 20.00. Миллиарды для Украины. Вы, говорю, все хорошо, но денег мы не дадим. Выживем ли без транша? Очень стремительное и резкое падение курса национальной валюты. Та валюта, которая есть в стране, она устремится проще. Тримать обменный курс без перекредитования неможливо. Деньги из Вашингтона. Придут ли они вообще? Что будет с курсом гривны, если Международный валютный фонд не выделит Украине очередной транш? Мой адрес ни дома, ни улица. Оно без разницы, как оно есть, так и будет. Совсем по Ильфу и Петрову. Теперь как в 12 столетах сюда будут ехать все остапы-бендеры. Сотни точек на карте изменят название. Было село Красная Звезда, стала просто звезда. Была улица Ленина, а станет улицей Ленона. Особенности переименования по-украински. Мины замедленного действия. На этом поле находятся сотни мин, не разрывавшихся снарядов. Ходить здесь смертельно опасно. Поля смерти на Тонбасе. Где рванет завтра? Герои скандалов снова хозяева жизни. Все гучни арешты не закончились обвинувальным выроком. Знаменитые пересидельцы. Не за решеткой, а на свободе. Отсидеть? Нет. Тихо пересидеть. Почему фигуранты громких скандалов возвращаются в свои теплые кресла? Коррупционеры снова в строю. Помогают родственные связи. Все, о чем говорят и спорят, в подробностях недели. Ровно в 8 вечера в это воскресенье. Дмитрий Анопченко подведет итоги недели завтра в 8 вечера. А уже с понедельника в этой студии будет работать Алексей Лихман. Хороших вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин